И как мне все это запомнить? Экзамен уже через два часа. Ммм, обожаю лапшу. Может, тебе стоило что-нибудь подложить на стол? А? О нет, это же телефон Ланы. Она убьет меня, когда это увидит. Она идет. Адам, ты не видел мой телефон? Что? Почему ты ешь, как поросенок? Ты только посмотри на это. Ужас! Лана, мне очень стыдно. Ой, мне пришла идея. Скоро вернусь. А вы знали, что из лапши можно сделать произведение искусства? Но сначала нужно сделать саму лапшу. Выдавите полимерную глину в шприц. Пока не очень похоже на макароны, правда? А теперь смотрите. Возьмите прозрачный чехол для телефона и выдавите глину вот так. Похоже на лапшу, согласитесь? И чем больше вы выдавливаете, тем реалистичнее выглядит. Затем добавьте акценты. Например, маленькую глазунью. Ага, и посмотрите на этот кусочек бекона. Привет, прости, что пропустила твой звонок. Вау, что это? Неужели моя лапша? Адам, оставь мой телефон в покое. Чувствуй себя настоящим дизайнером. Адам, у тебя сегодня творческое настроение? Да, с этой наждачкой можно сделать много интересного. Адам, спасибо, что подождал. Слава богу, уроки закончились. Хей! Похоже, Вики закупается в том же магазине, что и Лана. А я-то думала, что это уникальный цвет. Вот засада. Хм, кажется, я могу тебе помочь. Только возьму наждачную бумагу. Готово? Пошли! Вам потребуется наждачная бумага и трафарет. Нанесите рисунок на наждачку восковым мелком. Разложите футболку и положите на нее наждачку рисунком вниз. Положите сверху вощеную бумагу и прогладьте утюгом в течение пары минут. Готово! Лана, теперь у тебя уникальная футболка. Адам, твоя находчивость меня спасла. Может, еще что-нибудь украсим? Да где она? Я уже не знаю, чем себя занять. Нет, жонглировать я не умею. Если она не придет через пять минут, я ухожу. Эй, Эмми, я тут. София! Нет ничего милее воссоединения под рук. А-а-а! Не делай резких движений. Ой, у меня чуть ухо не оторвалось. Похоже, футболке Эмми тоже досталось. М-да. Эмми, как же тебе помочь? Тебе ведь нравятся аксессуары, правда? Возьми мой платок. Он миленький, но что мне с ним делать? Платок поможет превратить дырочку в модный акцент. После того, как проденете платок через дырку, оберните его вокруг пальцев и протяните второй конец через петлю. Получится красивый бантик. Ой, эта футболка теперь выглядит симпатичнее, чем раньше. А теперь давай перейдем к вещам поважнее. Рассказывай, как вчера прошло твое свидание. Хм, Ай-Б сидели на тру-бе. Моя косметичка точно сюда поместится. У него что, нет дна? Похоже, с этим рюкзаком я никуда не пойду. Но мне так нужно, чтобы руки сегодня были свободны. О, у меня появилась отличная идея. Вы можете превратить в рюкзак свою любимую сумочку. Просто повесьте ремешок на шею, потом проденьте руки вот так и закиньте сумку себе за спину. Миленько. Так даже более стильно. Ой, чуть не забыла самое главное. Упс. Эй, Лана, подожди. Закинешь в стирку и мое тоже. День стирки не бывает веселым, особенно если приходится стирать одежду и своей соседке. О, аккуратнее с отбеливателем. О, нет, он сейчас капнет прямо на стопку одежды. О, и это случилось. Отбеливатель испортил футболку. Видите? О, нет, футболки Лили, она меня убьет. Может, она не заметит? Блин, представляю ее лицо. Лана, я больше с тобой не разговариваю. Как можно быть такой тупой? Да что с тобой не так? Нет, я просто не могу рассказать, что случилось. Или можно сделать вид, что это специально. Этот листок спасет меня. Возьмите темную футболку, как эта, и положите внутрь толстый лист бумаги или картона. Положите сверху красивый листок. Затем налейте отбеливатель в небольшую бутылку спрея, как эта. Не переживайте, что нальете много. Теперь распылите отбеливатель поверх листка с небольшого расстояния. Через несколько минут вы увидите, как он меняет цвет футболки. Очень круто, да? Вау, где ты этому научилась, Лана? Мне так нравится. Ты самая классная подруга. Боже, как же я устал. Лучше уберу куртку в шкаф. Только для нее места нет. Ах! Ну же! Похоже, придется оставить ее на диване. Кола! Прохладненькая. А, что-то мешается. Вот так. Секундочку. Это как раз то, что мне нужно. Не хватает места в шкафу? Повесьте ушко от жестяной банки на вешалку. И у вас сразу освободится половина пространства. И ваши вещи не будут мяться. Я крутой! Ура! Долгожданный киносеанс у Кевина дома. Ой, похоже, у Джастина уже закончились конфетки. Пора сходить за добавкой. Перелезать через людей во время фильма всегда так неловко. А потом делать то же самое, только в обратную сторону. Джастин, это мои новые кроссовки. Ладно, вернемся к роботам, захватившим город. О-оу, неужели опять закончились? Да что же это такое? Мне нужно перестать так быстро есть. Похоже, добавка нужна не только Джастину. Давай София сходит. Она же с краю сидит. И за что мне это? Хотя, есть одна идея. Держитесь, я скоро вернусь. У вас есть пустой пакет из-под сока. Разрежьте его на три части. Вот так. Теперь вы можете превратить его в кое-что интересное. Ножницами разрежьте картонки до середины. После этого соедините их друг с другом. Вот так. Затем возьмите вот такую высокую стеклянную вазу. И вставьте в нее вашу картонную конструкцию. Засыпьте в разные отделения ваши любимые конфетки или орехи с сухофруктами. Помните отрезанную крышку? Положите ее сверху, чтобы конфетке было проще насыпать. Ну что, ребята, доставка прибыла. Впечатляет, верно? Теперь за добавкой можно не ходить, потому что все вкусности будут под рукой. Убедитесь, что крышка сидит плотно. И сыпьте столько конфет, сколько хочется. Эй, Джастин, не забудь поделиться с другом. О, уже время обеда? Только сначала мне нужно помыть все эти контейнеры. Жаль, что их нельзя класть в посудомойку. Так бы мне не пришлось мыть их руками. Ладно, а теперь положим тебя в шкафчик. Ой, какой тут беспорядок. Фу, закрыла. Теперь я просто подожду, пока мой обед приготовится. Что это было? Эй, что происходит? Лавина пластика! Да, вот что бывает, когда запихиваешь контейнеры на полку без какой-то системы. Интересно, а есть способ хранения получше? О, у меня появилась гениальная идея. У вас есть металлические слинки? Тогда почему бы не использовать его в качестве держателя для крышек? Приклейте его к разделочной доске с помощью горячего клея. Теперь можно хранить крышки от контейнеров, не разбрасывая их по всей кухне. Здорово получилось, верно? Жаль, что я не догадалась об этом раньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!